Добрый день, уважаемые зрители! Филиал городского Дома культуры номер 2 Кореновского городского поселения присоединяется к краевой киноакции «Великое кино глазами отечественных кинематографистов», посвященной дню окончания Второй мировой войны 3 сентября 1945 года. Сегодня мы расскажем вам о военном фильме режиссера Александра Столпера, снятый по одноименной книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». В конце марта 1942 года во время воздушного боя в районе Черного леса Демянского кольца сбивает летчика-истребителя Алексея Мересьева, и его самолет терпит крушение в лесу. Лежачего летчика обнюхивает медведь, собирающийся его съесть, но пилот, сохраняя спокойствие и хладнокровие, незаметно вытаскивает пистолет из кармана летной куртки и выстреливает в зверя, после чего теряет сознание. Очнувшись, он понимает, что у него сильно повреждены ноги. Оказавшись один в зимнем лесу в 50 километрах от расположения Красной армии, Алексей Мересьев решает пробираться к своим. Каждый шаг дается ему ценой неимоверных усилий. 18 дней Мересьев пробирается по заснеженному лесу, пока случайно не попадает к партизанам, которые переправляют его на большую землю. В госпитале Мересьеву ампутируют ступни ног. В палате с Мересьевым лежит полковой комиссар Воробьев. У него серьезные ранения, но он не падает духом. Своей силой духа Воробьев помогает Мересьеву поверить в то, что и без ног человек способен на многое. Проявляя удивительную силу характера, Мересьев твердо решает вновь сесть за штурвал самолета. На лечении в санатории, куда его направили после госпиталя, мужчина стал не только ходить и бегать, но и танцевать. На медицинском осмотре Мересьев убеждает докторов в своих силах и вечером того же дня на виду у всех пляшет барыню, удивляя этим не только других солдат, но и видавшую виды врачебную комиссию. В итоге Мересьев добивается разрешения врачей вернуться на фронт.